Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на канале Дачные Советы. Сегодня у нас 29 апреля. Свердловская область. Вот такая вот. У нас вот такой вид за окном. Я нахожусь на балконе. Стекла запотели. На улице минус 4 градуса. Ночью тоже было минус 4. На сегодняшнюю ночь нам обещают минус 7. И, в общем-то, до 2 мая у нас все будет минусовые температуры. Вчера не получилось у меня поздравить всех христиан со светлым праздником Пасхи. Сегодня я хочу всех поздравить. Хотя и прошел этот день, но тем не менее это очень светлый праздник. Хочу пожелать всем здоровья, счастья, любви, мира. И чтобы каждый прожитый ваш день приносил вам только радость, только хорошее настроение и приятные эмоции. А теперь я покажу, что у меня здесь творится на балконе. Здесь я уже даже, наверное, ролик так назову. Разбиваю клумбочки. Ну, шучу, конечно. Но вывозить рассаду мы не можем в сад, так как у нас нет отапливаемых теплиц. Участок у нас находится в деревне и температура там, как правило, на 3-4 градуса ниже, недалеко река. Так, покажу. Вот у меня огурчики, которые 24-го я сеяла. Тут вот полностью зашли. Тут вот в двух коробочках пока еще по одному растению. И одна. Один контейнер стоит у меня в комнате, в другой. Там еще, по-моему, ни одного нет всхода. Тут клумбочка первая на тубареточке стоит у меня. Здесь что у меня? Астры, хризанты, лосеи, низкорослые антиринумы вот по бокам и наперстянка. Затем идет аквилегия, которая вот-вот зацветет. Бархатцы. Вот эти бархатцы мы собирали с сестрой семена серии антигуа и перфекшн. Конечно, они не получились такие, как антигуа и перфекшн, но, тем не менее, бархатцы довольно-таки махровые получились. Так, что хотела сказать, на что хотела обратить внимание, вот если наши уральцы смотрят рассаду, вот эту вот рассаду с подоконника, я ее все убираю на ночь в комнату, всю рассаду томатов. И с утра, на ночь закрываю жалюзи, вот эти вот вертикальные жалюзи, я их вот так вот разворачиваю, чтобы они плотно были прижаты и закрываю, чтобы было потеплей. И вот сейчас утром открываю жалюзи и выставляю вновь емкости на подоконник. И смотрите, на что нужно обращать внимание, чтобы листики не соприкасались со стеклом, потому что стекло холодное и если листики будут соприкасаться с влажным холодным стеклом, то они могут подмерзнуть и начнут такие белесые кончики листьев и сам лист может побелеть, то есть, ну, замерзнет. Здесь у меня клумбочки с калибрахуа, по два растения в каждой емкости, здесь низкоруслое устома, тут питуньи на черенковании стоят, дальше у нас тоже идет рассада томатов, дальше тут вот томаты для открытого грунта, тут вот эти два горшка я снимаю, ставлю на пол на ночь, заставлено все в горшке томатами, так-то вообще-то по факту здесь и устома посажена. И вот еще одна устома, у меня она зацвела, но видно даже цветочек не махровый, на самом деле это махровая устома, но так как не хватает и устоми света и тепла, для того, чтобы ваша устома хорошо цвела и развивалась, самое главное, ей нужно что? Свет и тепло. Тут вот угол у меня пустой, там грязный, почему пустой? Потому что у меня здесь уже замерзло три устомы, я выставляю вот так вот горшочек, и через несколько дней устома замерзает. Вот эти устомы, я не снимаю эти горшочки на ночь, не знаю почему, створка закрыта, в прошлый год такого не было, в этом году вот уже три растения замерзло, я решила оставить пустым этот угол, хотя места катастрофически не хватает. Вот там тоже и устомы, но только они, несмотря на то, что они не маленькие, но вот за томатами их не видно, там в углу тоже и устома. Тут вот устомы, тут и низкие, и высокие, здесь у меня гацани, здесь ромашка махровая, асока Амазон мист, астры серия Хоризонтела. Вот такая клумбочка из гацани. В прошлом году, кто если смотрел ролики мои, наверное помните, что у меня в мае месяце рассада гацани замерзла, даже не в мае, а в июне замерзла в саду и оставалась по одному листику. Тем не менее она отошла, но в этом году я не рискую уже ничего в теплицу вывозить. Тут остеоспермумы, вот этот остеоспермум хлорозик светленький такой, я его поставила вот повыше, стоял он на нижней полочке. Это маленькие остеоспермумы, которые покрупнее у меня, получше рассада, они у меня в другой комнате стоят. Здесь у меня сельдерей, также асоки, вот эту вербену сломала, видите, вот здесь вот, ну ничего, она сейчас снизу распушится, вот здесь вот клеомы, это вообще шикарное растение, клеомы в этом году у меня пять, вот эти две маленькие, очень красивое, очень эффектное растение, но даже когда не цветет, очень эффектно смотрится. Здесь у меня рассажены уже петунии низкорослые, тут тунбергия, здесь вот калибрахо вот-вот зацветет, вот и здесь вот острые перчики. Внизу вот это вот место, самое темное, это у меня низ, вот тут вот у меня, конечно, бардак, тут удобрения, вот это эустомы, это вот такие уже децентры большие, вот в этом углу вообще очень холодно, почему-то вот я даже сейчас стою здесь, снимаю, несмотря на то, что все у нас вроде зашито, но вот прям чувствуется, что поддувает, я даже удивляюсь, что растения растут, и вот эта децентра, дети, она до сих пор, она давно уже расцвела, вот эта веточка, и вот она до сих пор меня радует. Тут у меня хосты уже вот такие выросли. Здесь, что это у нас, эустома, и вот горшочек я хотела показать, у меня вчера обнаружила, уже вечером поздно, что у меня, оказывается, был комментарий по поводу, чего, кала, тут кала, вот когда всходит кала, как долго она всходит, кала будет сходить у вас в зависимости от того, какая температура. Сначала у ней появляются корешочки на луковице, и вот только потом, видите, росточек маленький. Вот она у меня стоит уже, наверное, здесь недели две, прикрыта мешочком с отверстиями, то есть, на всхожесть зависит температура еще, какая у вас, ну, в том месте, где она посажена. Вот клумбочка у нас с петуниями, красотки мои. Вот какие красавицы, нежные такие, очень симпатичные. Стоят на полу очень холодно, на полу вообще очень холодно, но вот тем не менее, цветут, я вообще прям боюсь, переживаю за них. Тут у меня и устомы, вот так вот сбоку покажу, потому что сверху непонятно, какие они. Тут пеларгонии, тут тоже и устомы, лобелии до сих пор не посажены, надо подсадить их уже. И вот эти вот, не страдальцы, которые стоят на полу, тут, конечно, очень им холодно. Тут вот еще аквилегии в коробочке, и вот эти томаты, они даже цветные, видите, как они насыщены зеленые, потому что, ну, не хватает им тут на полу света. Так, переходим в самые темные места, вот хотя, камера тут как-то подсвечивает немножко, и кажется посветлее. На самом деле, вот эта вот полка, она 15 сантиметров от пола, здесь очень темно, для растений. Ну, не могу сказать, что прям совсем темнота, но, тем не менее, растения мало этого света. Вот здесь у меня стоят пеларгонии, я так понимаю, пеларгонии я выращиваю первый год, я так понимаю, что пеларгонии особого света и не нужно, потому что, как-то я ее выставила чуть повыше, и обгорели листики. Затем у меня здесь остеоспермум, здесь у меня петунии прищипнутые, петунии вот эти я тоже стараюсь менять местами, вот с этой нижней полки, переставлять на вторую. Конечно, времени занимает очень много. Тут тоже и остеоспермум, остеоспермум, вот эта вот петуния, которую хотела вам показать, она у меня захлорозила, я ее 4 дня назад показывала, что она, вот я подумала, что это магниевый хлороз, но обработала я сульфатом магния, видно, что результата никакого нет, и буду обрабатывать уже теперь я железом. И вот эти вот тоже, мне кажется, уже начинают потихоньку хлорозить, в общем, пора провести обработку железом, так как высаживать, вывозить. В сад мы будем все это только после 6 мая. Со 2 мая обещают нам плюсовые температуры, но не знаю, если не изменится ничего. Вот тут вот у меня клумбочка с виолами. Вчера здесь было, не знаю, больше 10 цветочков распустившихся, и я их уже поздно вечером оборвала, потому что, ну, не хочу, чтобы они завязывали семена, сейчас вот остались только с бутончиками. Видите, какие красотки. Тоже остеосперму. Вот, красавчик растет. Тут у меня тоже и лобелии, вот они, и на перстянке. В общем, все, не знаешь, как поставить, как горшочки размещаются, так и ставим. Дальше все, и тут питунья, клумбочка с питуньей, вот такая красотка. Тут тоже виолки. Там, что у меня, что у меня это? Забыла, что это у меня? Господи. И устом. И вот самая верхняя полка, она тоже такая, очень плохо освещается. Здесь у меня стояли остеосперму, и сейчас я поставила сюда томаты, которые в пол-литровых горшках. И также продолжают тут стоять у меня гелиотропы. Бедные гелиотропы, они у меня же тут замученные все, все кривые, в общем-то, но на удивление они желтеют. Ну вот спасибо им большое, что у них хотя бы вид неплохой. Ну, в общем-то, вот так вот мои клумбочки продолжают свисти на балконе. И бархатцы, и биолы, и питуньи, и гирустомы. Идет, продолжает снег идти, продолжает. Но вот каждый год у нас на Урале в последнее время вот такая вот весна неудачная. Тем не менее, все равно урожай мы получаем, и урожай, я скажу, неплохой обычно бывает. Будем, конечно, надеяться все равно мы на лучшее. После 5 мая начнем я все это все-таки вывозить, я надеюсь, в сад потихонечку. И, в общем, единственное плохо, что тяжело, очень тяжело. Все же знают, что весной и так много очень работы. А когда вот такая весна, что мы вот до сих пор еще ничего не делали в саду, потому что, ну, нет возможности ничего делать. Очень сырой грунт, и месить грязь ходить тоже смысла нет. Мы даже старую листву еще не убрали. Мы еще деревья не билили. Ну, ничего не можем сделать пока. И поэтому мы потом, конечно, когда нам погода позволяет, мы уже просто как сумасшедшие там бегаем по саду, лишь бы что-то успеть сделать быстрее-быстрее. Ну, вот еще раз покажу вам своих красоток. Вот они. На этом ролик заканчиваю. Не знаю, вот снять, видите, продолжает все еще идти. Видимо, еще нам тут сугробов наметет. Всем до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok